Несмотря на довольно теплую осень, с каждой ночью в Венсполском приюте появляется все больше клиентов. Приходят они сейчас в 8 часов, в ноябре они будут приходить в 6 часов, тогда уже зимний период. Приходят, переодеваются, помоются, идут кушать, покушают, потом смотрят телевизор или читают книги, газеты. Ну, занимаются кто чем хочет. Можно здесь постирать одежду, потом уже в 11 часов отбой. Встают они рано, в 7 часов уже все встают, завтракают и в 8 уже уходят с приюта. Пока погодные условия не угрожают жизни людей, приют работает только в ночное время. Но в период сильных морозов это учреждение работает круглосуточно. Приют, созданный при сотрудничестве Венсполского самоуправления и Латвийского объединения самаритян, рассчитан на 30 мест. В случае большего спроса приютом будут обеспечены все, кто нуждается в помощи. Как рассказывает руководитель приюта, большинство их клиентов находят себе место жительства, либо поселяются в пансионат. Работники приюта радуются за тех, кто вышел из сложившейся ситуации. Значит, их работа не напрасна. Но далеко не все могут вернуться к нормальной жизни. 30% клиентов уже сдали постоянными. Желающие помочь людям, попавшим в беду, могут пожертвовать приюту одежду и особенно будут рады теплым вязаным вещам. Нам нужна обувь хорошая, теплая. Нужны брюки, нужны свитера, теплые куртки, перчатки, носки. Есть, я знаю, много людей, которые дома вяжут. Можно издавать, приносить нам шерстные носки. Все только будут. Очень благодарны этим людям. Татьяна Саксаганская, Леана Кьюделет, Андрей Кулыгин, Курзымское телевидение.